Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Будем сегодня с вами вместе рассматривать модель под названием Lenovo K3 Note Это новый смартфон на базе нового восьмиядерного процессора MDK 6752 Тот, который 64-битный модель Практически полностью похожа на свою маленькую версию Если можно так сказать, это Lenovo K3 Данный аппарат имеет размер 5,5 дюймов Поставляется модель вот в такой вот коробке Давайте рассмотрим комплектацию В комплекте есть оригинальная пленка к смартфону Документация, переходничок, зарядка, которая у нас идет на 2 А USB кабель И в принципе больше в комплекте ничего нет Еще есть вот такой вот силиконовый бампер прозрачный, светлый Он очень удобный, я такие бампера люблю В принципе в них очень удобно пользоваться смартфоном Сама модель у нас имеет довольно-таки большой размер Но в принципе по стандартным нынешним меркам Это стандартный размер 5,5 дюймов Такой же размер уже US3 Такой же размер у Meizu M1 Note И у многих других моделей Модель прикольного дизайна В продаже имеются желтые и белые смартфоны Стоимость этой модели в Китае составляет приблизительно 170 долларов Спереди у нас есть закаленное стекло Gorilla Glass Возможно, оно не царапается, устойчиво к царапинам Есть 5-мегапиксельная камера, есть динамик, датчики приближения и освещение Три сенсорных кнопки, кнопки у нас не подсвечиваются Сам смартфон довольно тоненький Очень такой изящный Сборка хорошая Ничего не люфтит, не трещит В принципе, все отлично Сверху у нас разъем под наушники и microUSB разъем Здесь нет ничего Снизу микрофон С этой грани у нас кнопка включения-выключения И качелька громкости вверх-вниз Кнопочки у нас вот такие вот переливающиеся По типу, как у вас у Zenfone 5 Крышка у нас снимается Под крышкой у нас довольно-таки емкий аккумулятор 3000 мАч Но это, в принципе, то же самое, что и уже iU-S3 Смартфон работает с двумя сим-картами Две симки у нас здесь micro Есть слот под карту памяти Сим-карты в данном смартфоне работают со всеми частотами Есть 2G, 3G, 4G Единственное, что на форуме читал информацию Что для того, чтобы включить WCDMA и стандарт работы Нужно кое-что там, как там написано на форуме, сделать Ну, это не проблема Через инженерное меню это все делается без проблем Сама модель по корпусу меня полностью устраивает Сам смартфон Это первая модель в моих руках Которая поставляется на прошивке на Android 5.0 Это можно посмотреть в настройках О прошивке данного устройства можно сказать следующее Что прошивка сыровата Прошивка не полностью переведена на русский язык Я смотрел на форуме о существующих версиях прошивок Скорее всего, вот это вот одна единственная на данный момент Которая Vibe V2.5 И которая вот переведена на русский язык И имеет все Google сервисы То есть Play Market, синхронизацию с Google аккаунтом и так далее Давайте рассмотрим технические характеристики этого смартфона Здесь, в принципе, есть на что посмотреть Модель хорошая, недорогая Набрал у меня Antutu 45 тысяч баллов Это по рейтингу у нас чуть ли не самый крутой показатель Значит, по характеристикам Lenovo K3 Note 5.0, Android MTK 6752, Mali-T760 Здесь Full HD разрешение экрана 13-мегапиксельная камера 2 гига оперативки, 16 встроенных Стоит у меня карточка памяти на 16 Сразу говорю, что прошивка работает с картой памяти так, как она должна работать То есть будут на нее скачиваться программы, игры, приложения Частота процессора, в принципе, стандартная Это 1.7 ГГц 5,5 дюймов Написано у нас TFT IPS Но здесь классная IPS матрица Мне, в принципе, очень нравится Multitouch Здесь 5-точечный 5 точек касаний Больше не распознает Из датчиков, которые есть в этом смартфоне Давайте посмотрим Здесь есть полноценный спутниковый GPS ГЛОНОС навигация здесь не поддерживается Компас Датчик приближения, датчик освещения Хорошая вспышка яркая Есть полноценный гироскоп И данная модель у нас поддерживает OTG-разъем То есть можно подключить флешку, мышку, либо клавиатуру Экран в этом смартфоне Он Full HD Он IPS Он OGS То есть углы обзоров отличные Околомаксимальные Цвета отображаются так, как они должны отображаться И очень, в принципе, достойный такой экранчик Очень приятно смотреть на него И разрешение тут как раз в тему Обычно на недорогих Lenovo экономят на разрешении Но здесь, в принципе, установили И это очень кстати Касательно прошивки Это на данный момент прошивка единственная с русским языком И единственная с Google сервисами В прошивке, в принципе, есть небольшие отличия По сравнению с 4.4 Android Но если честно Особого такого отличия Я, если честно, для себя не могу определить В прошивке есть различные настройки Не все переведено на русский язык Есть прикольные виджеты И программы для аудио Вот, например, Max Audio Здесь все на китайском Но, в принципе, интуитивно все понятно Вот эти вот рычажки можно менять Фильмы, музыка, игры В режим воспроизведения Это все, в принципе, работает И дает хороший результат Касательно звучания Данный смартфон поставляется из Китая Вот в такой вот версии Еще есть вторая версия Которая будет стоить дороже Она будет иметь вот такой вот динамик Но даже этот смартфон Обладает довольно-таки громким звучанием Чистым И я вам просто давайте это продемонстрирую Звучание отличное В наушниках тоже Благодаря вот этим вот программкам Звук получается хороший Много басов И тоже можно музыку слушать По нареканий Также по микрофону и динамику У меня нет Все работает отлично Касательно производительности В этом смартфоне Я делал тест FPS в Epic Citadel Сейчас попробую найти вам этот скрин Я также тестировал популярные игрушки Ну в Epic Citadel Довольно-таки средний Посредственный результат В игрушках давайте посмотрим Что как себя ведет смартфон И потом продолжим Субтитры сделал DimaTorzok Как вы могли видеть С игрушками в принципе Все отлично Смартфон полностью справляется С производительностью Во всех режимах Я тестировал работу Аккумулятора в этом смартфоне Здесь он на 3000 мАч Вот что у меня получилось В программке Antutu Tester У меня смартфон выдал 5402 балла И в режиме игры 20 часов 100% И следующий скрин У меня 22,42 и 15% То есть реально Со 100% до 0 Этот смартфон продержится В режиме игры Примерно 3 часа То есть плюс-минус Такие же результаты Как были у Gaius 3 В GPS С навигацией тоже все отлично Смартфон коннектится Прогружает ЕПО карты И в принципе Все отлично ловит И работает Главное Спутников Поддержки здесь нет Камера меня порадовала Реально Я тестировал Я тестировал Не один смартфон Lenovo И в основном С камерой Как бы у Lenovo Не особо Всегда хорошо Если брать эту модель То здесь с камерой В принципе Все отлично Фотографии у нас Хорошего качества Запись видео Идет в формате Full HD Есть Выборы Различных режимов Есть режим Обычный Есть панорама Интеллектуальное Распознавание И различные Спецэффекты По фото Качество фото Действительно Мне понравилось Единственное Что можно сказать Это вспышка Вспышка Очень хорошего качества Но иногда фотографии Вот как бы Получается Вот такого вот качества Как будто не хватает Вспышки Но перед этим За секунду До нажатия кнопки Фотографирования На экране Просто шикарный кадр Весь светлый И в отличном качестве Видео Фото я сделал Я вам покажу Какое качество Вот Я с такого расстояния Фотографировал И надпись У нас там есть Пункт приема Второйные сорваны Все распознается И отлично Все видно По камере Однозначно Плюс Мне камера Однозначно Понравилась Вот в принципе И все Lenovo K3 Note Это модель На новом процессоре Это модель С конкурирующими Такими техническими Характеристиками И с конкурирующей В принципе Ценой Данная модель Является в принципе Конкурентом GUS3 Тот же размер Тот же аккумулятор Тот же процессор Примерно Такая же камера Из минусов Которые я могу Сказать про эту модель Это во-первых Прошивка Прошивка на данный момент Нет нормальной Адекватной прошивки Чтобы все было Идеально переведено В принципе На этой прошивке Я думаю Что можно без проблем Пользоваться устройством Но все-таки Нужно дожидаться Более адекватных прошивок И тогда свой смартфон Можно будет Перепрошить Ну и конечно же Если мы говорим О Lenovo K3 Тот который Предыдущая версия Я допускаю Там желтый Белый цвет Так как это В принципе Такие модели Вот как у Lenovo Есть Lenovo S820 Это такая Сугубо женская модель Ну либо Около женская Вот Lenovo K3 Это тоже такая Сугубо женская Либо молодежная модель Lenovo K3 Note Я считаю Что характеристики Такие флагманские По меркам Китайских смартфонов Это прямой конкурент JUS3 По всем его параметрам Я не вижу тут Сторон Которая слабее Чем уже JUS3 Но Цветовая гамма Желтый И белый цвет Я считаю Что это Неприемлемо Для таких Технических характеристик Все-таки Желтый и белый цвет Они не такие Популярные Как цвет Смартфона черный Именно поэтому Минусы Данного смартфона Это Цвет Цветовая гамма И на данный момент Прошивка Ну Про прошивку Можно сказать Что на данный момент Когда Все смартфоны Выпускаются Когда они являются Новинками Прошивки у всех Сырые И на JUS3 В том числе Есть жалобы По первым прошивкам Которые были Это сейчас Уже прошло немного времени И прошивки Появились хорошие Добротные На этом все Спасибо за внимание Lenovo K3 Note Есть в нашем магазине Antelive.com.ua Напоминаю Кто не запомнил Либо прослушал Заходите к нам Покупайте эту модель Подписывайтесь на наш канал На каждый новый смартфон Будем обязательно делать для вас Видео обзор Чтобы вы были в курсе всех новинок Ну и подписывайтесь на нашу группу Там иногда тоже есть что-то интересное Спасибо Всего доброго И совсем забыл Когда я перечислял Конкурирующие характеристики JUS3 Это первый смартфон Который имеет Вот этот вот Android Почему-то Клиенты И пользователи Всегда Был 4.2 Android Все очень-очень Хотели получить Смартфон на 4.4 Сейчас появился 5.0 Android Все спрашивают За этот Android Все спрашивают За возможное обновление Поэтому однозначно Плюс Для данного смартфона То, что прошивка уже является Версией 5.0 На этом все Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok